Спасибо, господин председатель, за созыв сегодняшнего заседания. Я также хочу поблагодарить трёх докладчиков за полезные доклады, в которых содержится трагическая информация. Докладчики говорили, что окно возможностей очень узкое и быстро закрывается. Об этом необходимо помнить. Следуя дипломатическим усилиям в нормандском формате, направленном на урегулирование украинского конфликта, а также комплекс мер Минских соглашений, вот 5 и 19 сентября 2014 года, соглашения, принятые 12 февраля 2014 года, Совет Безопасности придал особый вес им, приняв резолюцию 22.020. С тех пор состоялся ряд событий, включая обмен военнопленными и существенное снижение количества погибших имело место. Но требуются дополнительные шаги. Все незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, включая... Все незаконно задержанные люди должны быть освобождены, включая украинскую лётчицу Надежду Савченко, которая уже 80 дней голодает в тюрьме, объявила голодовку, и практически ситуацию нельзя изменить. Имеет место нарушение прекращения огня, включая Мариуполь и Донецк. Мы отмечаем также нападение на города, которые контролируются правительством к востоку от Мариуполя. Мы подчеркиваем, что любые попытки ополченцев, поддерживающих Россию, являются явным нарушением минских соглашений и подрывают усилия, направленные на принятие устойчивого политического решения. Специалисты по мониторингу ОБСЕ сталкиваются с серьёзными ограничениями. Ополченцы лишают их доступа к Широкине и Кружеливке. Они также имеют место угрозы в адрес специальной миссии по мониторингу, что нарушает минские соглашения. Миссия ОБСЕ не получила подробную информацию, включая инвентаризацию оружия, маршруты отвода и места сосредоточения, согласно минским соглашениям. Поэтому остается вопрос, отвели ли незаконные комбатанты своё оружие или просто ведут перегруппировку. Ситуация усугубляется тем, что мониторинг на границе ОБСЕ ограничен практически 40 метрами из 400 километров России, как известно, неоднократно блокировал усилия по мониторингу России. Господин председатель, очень важно, чтобы Россия прекратила дестабилизацию положения на востоке Украины, прекратила бы поддерживать незаконные вооружённые формирования. Солдаты должны выйти с территории Украины, необходимо покончить с перемещением наёмников через границу на территорию Украины и прекратить поддержку незаконных комбатантов. Россия должна прекратить поддержку незаконных формирований, соблюдать прекращение огня и осуществлять мониторинг за отводом тяжёлых вооружений. Миссия мониторинга ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ во все районы, должна иметь возможность действовать независимо, без препятствий и вмешательства. Мы надеемся на скорейшее продление мандата миссии на 12 месяцев. Адекватное финансирование и ресурсы миссии необходимы для осуществления мандата миссии ОБСЕ. С вами, представитель. Гражданские столкнулись с основными проблемами в ходе этого конфликта, который начался с незаконного присоединения Крыма, нарушения устава ООН. Недействительный предлог нарушения прав русскоязычного населения был для этого использован. И при этом нарушения со стороны вооружённых формирований привели к реальному кризису в регионах, которые затронуты их действиями. Нормальная жизнь была затронута этим, многие погибли. Джон Гинго из УКГВ привёл следующие цифры. Миллион переселённых лиц, что является тяжёлым бременем для властей, местных общин и, об этом говорил СГС, гуманитарный кризис является наиболее острым из-за холодной зимы. Россия – незаконная вооружённая группа. Они несут всю ответственность за эти разрушения на Украине. Мы приветствуем усилию КГВ, учреждений ООН и других международных организаций, направленных на облегчение страданий народа на востоке Украины. Очень важно, чтобы все гуманитарные игроки получили бы беспрепятственный доступ и чтобы незамедлительно оказывалась гуманитарная помощь. Гуманитарная помощь должна предоставляться в соответствии с международным паралом и полностью соблюдая суверенитет Украины. Так называемые российские гуманитарные конвои – это предметы беспокойности, так как они нарушают принятые нормы гуманитарной помощи и нарушают границу и суверенитет Украины. Господин председатель, УВКПЧ в своих докладах неоднократно сообщает о катастрофическом нарушении верховенства права, массовых нарушений прав человека в районах, которые занимают повстанцы, включая похищения произвольные, аресты, избиения. Также имеются сообщения о нарушениях международного гуманитарного права. ПГС Симонович об этом говорил. Захвата и то, что военнопленные прошли по улицам, это практически были проведены по улицам, это практически военное преступление. Также были найдены украинские военные, погибшие с связанными руками. Нападения на журналистов и на СМИ имеют место. По крайней мере, 60 таких случаев были зарегистрированы, и 78 журналистов задерживаются вооружёнными группировками с марта прошлого года, согласно докладу, и их местонахождение остаётся неизвестным. Господин председатель, последняя миссия в своём докладе по правам человека говорит о серьёзном положении в оккупированном Крыму. Татары, которые были против фальшивого референдума год назад, религиозные меньшинства сталкиваются с запугиванием, похищением и принудительным исчезновением. С момента аннексии Российской Федерации общественное пространство сокращается, фундаментальные свободы слова и собрания притесняются. Все те, кто имеет украинский паспорт, сталкиваются с ограничениями в выполнении своих политических и гражданских прав, ограничивая доступ к социальным услугам для тех, кто имеет вид на жительство. Из 600 школ, которые вели преподавание полностью на украинском языке, ни одной не осталось. Только 20 школ на полуострове имеют отдельные уроки украинского языка, нарушая права украинцев в Крыму. Религиозные общины также были затронуты. Священники, имамы, представители других общин сталкиваются с угрозами, их угрожают задержать. Место молитвы разрушается. Людей вынуждают брать российское гражданство. Особенно это сказывается на татарах, так как у них другого дома, кроме Крыма, нет. Их лидеров изгоняют из Мен-Джериса и преследуют. Такие люди, как Мустафа Джеммер и Рифат Чубаров, не смогли вернуться в Крым. Заместитель председателя Ахмед Чигоз был задержан, как и другие активисты. Целый ряд активистов по-прежнему находятся в неизвестном месте после их похищения в мае прошлого года. Сын лидера крымских татар Джемелеев остается в задержании в Российской Федерации. Свобода СМИ также нарушается. Вещание украинских каналов и интернет-сайтов было прекращено. Журналистам угрожают, на них нападают, ведется расследование в отношении газет крымских татар. Несмотря на то, что Россия утверждает об обратном и несмотря на сложные обстоятельства, украинские власти продолжают процесс реформ, который столь необходим. Мы приветствуем декрет президента по созданию Конституционной комиссии, созданию Национального совета реформ, создание антикоррупционного агентства и составление национальной стратегии по правам человека, что следствие приверженности правительства к осуществлению прав человека для всех. Необходимо самым решительным образом поддержать эти усилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы реформы были проведены как можно быстро и эффективно. Майдан – это не экстремизм, как некоторые об этом говорят по-прежнему. Это истинное стремление украинского народа к реформам, стремление порвать с злоупотреблением и кумовством прошлого. Также необходимо запомнить вопрос безнаказанности за серьёзные преступления, нарушения прав человека, включая в Крыму и на территориях, которые занимаются постанцами, что нарушает полностью подотчётность и способствует беззаконию. Все, кто виновен в тяжких преступлениях, включая то, что был сбит самолёт малайзийских авиалиний, должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем украинские власти сделать всё возможное для этого. Также призываем Украину присоединиться к Крымскому статуту. И невозможно предоставить амнистицию за преступление в области международного права, нарушение гуманитарного права. Моя делегация хотела бы поблагодарить за действия ООН и учреждения системы ООН, а также ОБСЕ на Украине. Мы надеемся, что и далее будут поступать доклады, включая доклады с места управления Верховного комиссара по правам человека на Украине, включая в Крыму. ООН, ОБСЕ и их миссии должны получить полный и беспрепятственный доступ во все районы Украины, включая Крым. Международное сообщество, учреждения ООН и гуманитарные действующие должны укрепить свои усилия для того, чтобы помочь Украине справиться с серьезными проблемами, которые были навязаны в течение этого конфликта, поддерживаемого из-за границы продолжавшегося года. Господин председатель, стабилизация ситуации на Украине возможно при осуществлении сентябрьского Минского соглашения, которое было подтверждено в феврале 2015 года. Украинцы уже достаточно слышали разговоров международного сообщества. Настало время действий. Россия привела к этой войне и поддерживает ее, и поэтому Россия должна выполнить Минские соглашения и призвать к этому комбатантов. Независимость, территориальная целостность Украины не подлежат переговорам, и эти принципы должны соблюдаться всеми членами международного сообщества без исключения. Спасибо вам всем. Я благодарю представительницу Литвы за ее выступление. Слово.